Многие интересные технические решения мы подсматриваем у животных. То, что мы называем букашками, на самом деле не бесполезные существа, и даже наоборот. Мухи используются в криминалистике, а муравьи и пчелы – помощники в сфере робототехники. Об удивительном мире насекомых ученикам первой гимназии поведал Илья Гомыранов, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий. На самом деле пчелы и муравьи, например, помогают создавать, конструировать роботов. И многие механизмы движения роботов по земле, их ориентация основана именно на работе, на движении муравьев, на движении пчел. Движение крыльев используется тоже при создании роботов, а механизмы движения огромного количества насекомых используются для управления, например, массовыми дронами или массой спутников космической отрасли. Зоолога пригласили в гости по проекту «Энергия науки», цель которого – популяризация науки в регионах. Проект предполагает выездные сессии с участием российских ученых, популяризаторов науки, научных журналистов. Ранее в регион приезжали историк, инженер и филолог. Моя задача – это подтолкнуть детей, развить их интерес, а взрослым – показать, что мир вокруг них очень разнообразен, и надо смотреть на животных, на растения, которые живут рядом с собой, и это поможет сохранить нашу с вами жизнь. В лекции приняли участие ученики 10-11 профильных классов. Полина учится в 11-м. С будущей профессией уже определилась – хочет стать космобиологом. Школьница считает, что такие лекции помогают узнать много нового и пообщаться с интересными спикерами, задать вопросы. Да, нам это очень интересно, потому что у нас пришли дети, даже с Олимпиады, была сегодня Олимпиада, они пришли, чтобы послушать спикера. Нам не хватает вот этой дополнительной информации. Конечно, мы изучаем хорошо школьную программу, но нам очень хочется, чтобы к нам кто-то приходил и что-то интересное в качестве какой-то конференции нам рассказывали. В этот день также прошли еще две лекции, одна из которых – об использовании насекомых в криминалистике. Студентам колледжа госслужбы рассказали об энтомологических методах раскрытия убийства. Дальше спикер Илья Гоморанов отправится в Мурманск и Воронеж. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров.